девочки добрый вечер добрый вечер сегодня будем готовить на ужин самые простые продукты самое будем говорить наверное дешевые по нашим ценам которые сейчас у нас в магазине но будем их представлять чтобы как представить дешевые продукты празднично и дорого поехали ну что девочки для нам нам для этого понадобится смотрите возьмем куриную грудку и разрежем ее вот так вот не дорезая до конца что получилось у нас гармошечка что вот так вот не до конца было как гармошка возьмем формочку смажем ее немножко растительным маслом и на дно вылаживаем наши подготовленные грудки так что мы что будем делать дальше возьмем чайную ложечку сухого чеснока чайную ложечку хмели-сунели чайную ложечку паприки неполную чайную ложку соли черного молотого перца промолим так и я думаю что нам нужно добавить чайную ложку соевого соуса может быть даже так вот полторы и добавим сюда чайную ложечку можно растительного я взяла немножко оливкового масла все это хорошо мы перемешаем мне кажется что масло маловато на чтобы смесь была пожиже вот так вот значит получается четыре ложечки и этой смесью не все хорошо хорошо промажем нашу грудочку все-все-все-все-все в разрезе как все хорошо промажем так поступим со всей курочкой то есть как дорого нам представить самые дешевые продукты на наш праздничный новогодний стол но не все могут себе позволить индейку допустим купить или еще какое-то более дорогостоящее мясо ну курочку то уж я думаю что мы себе сможем позволить так значит все мы хорошо промазали теперь что мы будем делать мы берем и каждый разрезик ложим тоненький слой сырка каждый слой ну вот так получилось у нас дальше я подготовила порезанные шампиньоны вернее порезала и вот сюда к сырку будем отправлять разрезе ки и вот так поступим со всеми дальше разрезе ки вот что у нас получилось и последним завершающим слоем у нас будут помидорки смотрите уже получается красиво уже у нас получается красиво а представьте как это будет насыщенно и вкусно когда это все запекется в духовке сейчас мы все это заложим и поставим запихать духовку при 180 градусов 30-35 минут чтобы не пересушить нашу грудку смотрите смотрите не терпится не терпится думаете кто мне помогает немножко помогает так ну вот что у нас получилось смотрите уже красиво правда а вот после духовочки я думаю что будет очень хорошо смотрите у меня осталось здесь немножко шампиончиков что я сделаю я их просто вот так в серединку по краям я думаю что это будет не хуже запеченные шампиончики и осталось мне несколько помидорочек долечек я тоже их сейчас по краешкам все мы отправляем нашу грудочку запекаться в духовку на 180 градусов на 30-35 минут это и быстро и и красиво и это будет очень вкусно поехали запекаться девочки поехали девочки а пока готовится у нас курочка приготовим что-нибудь на десертик вот у меня есть такое печенье юбилейное что-то завалялось мы его не едим и что я хочу сделать я наверное сделаю так будем говорить торт без ну не торта десертик без выпечки вот его надо как-то аккуратненько сложить на подносик все размокнет у нас ну посмотрим значит вот наверное вот так вот по две штучки мы будем слаживать и стопочкой вот так тык-тык-тык тык-тык-тык но каждый слой печенюшек мы будем промазывать так будем говорить нашим импровизированным кремом возьмем сметанку добавим туда сахарного песка а между слоями крема и печенья вот я достала свою размороженную замороженную клубничку я ее разрежу на дольки и будем прослаивать значит у меня здесь 400 грамм сметаны но я думаю что я всю не буду потому что у меня печенье не особо много я где-то наверное возьму грамм 300 а потом посмотрим хватит нам или нет и добавлю к сметане наверное где-то 3 столовые ложки сахарного песка но это я на глаз взяла все посмотрю все хорошо перемешаю взбивать не буду то есть вот вот так хорошо хорошо перемешаю до растворения песка вот так прям ложечкой знаете еще подумала вот у меня есть протертая клюква с песком я думаю что наверное я для красоты и кислинку придам наверное две столовые ложечки сейчас буду размешивать посмотрю да красиво получается наверное еще может ложечку это я морс когда варю чешуйками морс варю а потом добавляю вот этот вот джимик делаю красиво получается и самое главное вкусненько мы теперь будем что делать вложить наши печенюшки тут немножко у меня поломалась но оно все за а вот кстати надо низ было промазать чтобы они у нас прилипли дну нет 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 мы сейчас вот так промажем и поставим вот так видите а теперь будем промазать в самом деле как вкусно сметана то с клюквой и с песком потом мы все это подотрём вот и сюда будет клубничка только мне сейчас клубничку с боков мы все подправляем на печенюшки господи чё только не выдумываю нет кремом пока вниз не будем ложить мы с каждым слоем будем увеличивать крем крем и он будет вниз уходить и пропитывать так они плотные не будут соединяться потому что там клубника не дает плотно соединять сейчас мы вот эту подправим подложим туда клубничку и она может выровняться мой такой крем вкусный уже так бы просто ел вот так вот таким образом сейчас разрезаем клубничку она уже податливая стала вот прям ну вот я так их уложила проложила все печенюшки клубничкой и вот так с боков прям беру и пока убираю потом все конечно я почищу салфеточкой все уберу пока пусть у нас настаивается и а мы возьмем сделаем присыпку нашему тортику импровизированному возьмем пакетик накрошим печенюшек у меня еще здесь есть крейкер такой вот с кунжутом накрошим в пакетик кунжутика печенюшек вот так вот ну что у нас тут в хозяйстве ничего не пропадало ну вы не подумайте что у нас годами лежит конечно нет ну просто вот купишь немножко из пачечки поесться и что-то уже как вроде поднадоедает а скажу вам по секрету ест у меня только это муж один поэтому и скалочкой вот так мы разомнем сейчас сделаем такую импровизированную крошечку крошечкой обсыпем все и самая маленькая это должно настаиваться наш этот тортик ну не тортик десертик самая маленькая в холоде на 3 часа а лучше конечно вариант это на ночь так что если сегодня я вам его не покажу то завтра с него начну вот такую сделаем крошечку и все 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 с боков сверху мы этой крошечкой обсыплем сверху можно посыпать еще шоколадом можно также клубничкой ну кто на что можно орешками то есть кто уж на что вот такая у нас крошечка получилась видите сейчас мы маленько ее еще маленько поразмелчим и вот так сверху прям вот так все посыпем на нашу этот так вот сейчас все сделаю и вам покажу ну девочки вот что у меня получилось но еще он будет настаиваться как минимум три часа ну пахнет шоколадом и клубникой вкусно я думаю настоится будет вкусно я вам потом покажу в разрезе ну то есть как нам представить дешевые продукты в более выгодном свете это тоже один из вариантов десерта курочка уже на подходе запах вообще безумный по кухне сейчас скоро вам все покажу девочки ну вот у нас курочка готова наша сейчас я выложу на тарелочку конечно кушать ее нужно думаю что только горячей ну хотя я думаю может быть и холодненькой ничего сейчас посмотрим ай как вкусно пахнет смотрите как сочно какая сочненькая она красота да правда красота у меня вот есть здесь капуста тушененькая я сейчас подолью вот этим бульончиком который у нас вышел из курочки и будет прекрасный ужин девочки готовьте с душой и все у вас будет получаться увидел его как он лицо не увидел классно и все и на и и и и